приветствую всех но вот и пришла осенняя пора от чьей очарования что же это значит вместе с на самом деле приятной атмосферой разноцветной листвой красивыми пейзажами мы наблюдаем за тем как сокращается световой день нам на самом деле всем сложнее просыпаться сложнее чувствовать себя бодро и активно сегодня мы не будем с вами говорить о таких очевидных вещах нужно высыпаться что нужно регулировать работу и отдых что при необходимости неплохо бы поддержать организм витаминами микроэлементами это и так понятно и если бы проблема была исключительно в этом то я думаю и этот период межсезонья воспринимался бы людьми легче но на самом деле очень многие люди испытывают некоторую тяжесть в эти самые периоды так как можно поддержать себя биосенсорными методами давайте в этом разбираться наше сегодняшнее видео можно назвать практическим поэтому не переключайтесь сейчас мы будем переходить к практике мы сейчас не будем говорить о том как нужно регулировать свой день нормировать нагрузку и так далее мы поговорим о том в данном случае как можно засыпать как переходить в сон в каком состоянии нужно это делать чтобы сон для человека был более продуктивным более эффективным в плане его восстановления так вот как бы я вам рекомендовал уходить в сон ложитесь на свое спальное место телефон убираете подальше лучше ставьте его на беззвучный режим отключайте интернет чтобы никакие уведомления о вас не отвлекали лучше лечь на спину слегка отставив руки в стороны чтобы они плотно к телу не прилегали и ноги слегка развести в стороны лечь так чтобы вам было максимально комфортно и удобно можно даже убрать подушку или положить подушку более низкую чтобы у вас шея не было вот так вот изогнута максимально ровно максимально комфортно и удобно как бы разложите себя на плоскости того места где вы спите далее вы начинаете прислушиваться к своему дыханию не надо это делать специально не надо с усилием вдыхать и выдыхать делайте все максимально мягко и спокойно и просто наблюдаете за теми ощущениями которые возникают при этом у вас в теле начните с ощущения всего вашего организма всего вашего тела поверхности кожи вы делаете вдох и выдох и наблюдаете за тем как реагирует ваш организм вы наблюдаете за тем какие ощущения возникают на поверхности кожи далее вы спокойно переносите свое внимание в область ваших кистей кисти могут лежать как таким образом так и таким в данном случае не принципиально и вы наблюдаете за ощущениями в кистях выполняя вдох и выдох довольно быстро вы почувствуете что вокруг кистей сформировалась какое-то интересное ощущение напоминающие клубление от слова клубы когда вот облака клубятся на и когда вокруг кистей вот образуется нечто такое что вы могли бы называть более густым воздухом и вот у вас возникает это специфическое ощущение в кистях и дальше вы можете это ощущение вот этих клубов перенести на весь ваш организм как бы погрузиться вот в это ощущение клубления и потом совершая вдох и выдох старайтесь вдохнуть и выдохнуть через всю поверхность кожи как если бы все ваше тело было огромными легкими понятное дело что вы дышите легкими но вот ощущение такого специфического дыхания как будто идущего через кожу может возникать и вот вы находитесь в этом мягком пушистом клубящемся состоянии продыхиваете себя делаете мягкий вдох и мягкий выдох и вот в этом состоянии вы засыпаете вы засыпаете как бы проваливаясь в сон проваливаясь в сновидении и утром вы проснетесь несколько в другом состоянии обычно человек лучше высыпается может даже проснуться раньше будильника как правило когда человек засыпает в активном состоянии у него более яркие сны могут даже возникать осознанные сновидения и в целом нет такого чувства что вот сон это просто когда вас выключили и включили возникает ощущение что сон это это тоже часть жизни и вы просто не теряете это время используйте его с пользой для себя те кто у нас уже занимался вполне нормально могут добавить в это вот ощущение клубления и другие практики связаны с активизацией меридианов каналов энергетических центров и так далее и опять же в этом еще более активном состоянии проваливаться в сон хорошо вот мы разобрались с тем что делать чтобы сон был более эффективным чтобы человек больше высыпался но что же делать когда в процессе рабочего дня в середине дня накатывают усталость и сонливость как из этого выбираться так вот здесь тоже мне есть что вам предложить есть биосенсорные типы дыхания они есть как статические так и динамические динамические дыхания подразумевают некоторые движения которые сопровождают ваше дыхание возвращаясь к тому упражнению которое было до этого помните мы говорили про кисти про то что мы начинали с того что активизировали кисти рук и вокруг кистей на возникали специфические клубящиеся такие густые ощущения так вот в этих типах дыхания кисти тоже играют очень важную роль так вот эти вот самые типы дыхания выполняются тоже с ощущением клубления вокруг рук наша задача не просто подвигать руками вдоль тела вдоль ног сделать какие-то широкие движения наша задача при этом ощущать вот это пушистое клубление вокруг рук когда мы проводим рукой вдоль руки мы должны ощущать что вот эта пушистость она прям пронизывает руку и проходит это не должно носить оттенок гимнастики или физкультуры вы можете начать с простых движений когда вы поставили руку и другой рукой не касаясь провели по руке несколько раз с ощущением касание такого не физического касания руки сделали 468 раз и сравнили ощущение в одной руке и в другой явно будет разница провели то же самое с другой рукой попробовали сделать это по ногам попробовали сделать такое вот широкое движение и вы увидите разницу в вашем состоянии внезапно почувствуется больше бодрости ясности как будто знаете глаза открылись так вот если вы будете выполнять эти дыхание ну хотя бы минут по пять в течение дня несколько раз не обязательно по полчаса просто время от времени поднимаетесь на ноги подышали подвигались провели рукой прокатили какую-то специфическую по телу волну вместе со вдохом и выдохом и у вас уже будет другое состояние вы получите бодрость сосредоточенность будете меньше уставать в теле будут уходить напряжение все было бы здорово если бы эти практики стали бы для вас привычны вы бы выполняли их регулярно постоянно что в итоге сделала бы их частью вашей жизни поверьте мне это очень помогает это дает больше сил больше энергии и действительно помогает пройти довольно сложные периоды в жизни поэтому применяйте пробуйте осваивайте и приходите к нам на курсы до встречи